Здравствуйте гости и подписчики канала Этот Удивительный Мир. Спаржа аспарагус – одно из первых растений, встречающих нас весной на участке. Ее всходы похожи на колья, вышедшие из земли. Растение многолетнее, быстро разрастается до необъятных размеров. Ветви с листьями и иголочками являются отличным украшением сами по себе и дополнением в букетах. Спаржа растет во многих регионах, но лучшими для нее считаются районы с прохладным летом и долгой снежной зимой. Съедобной считается только взошедшее весной растение – молодой стеблевой побег. Спаржа всходит, когда почва прогревается плюс 10 градусов и выше. Совсем молодое растение не стоит срезать в пищу. Дайте время, спарже нужно дать укорениться и хорошо разрастись. И тогда, начиная с третьего сезона, вы можете стабильно собирать урожай. Продуктивность одного куста спаржи достигает 30 лет. Это значит, что многолетнее растение можно посадить однажды и больше не пересаживать. По этой причине выбирайте постоянное место для посадки, рассчитывая не переносить растение. Урожай спаржи снимается за весну несколько раз. Сажать спаржу нужно весной. За сезон молодые растения успеют прижиться на новом месте и легко перенесут зимние морозы. Примерный срок высадки спаржи – время посадки картофеля. Земля уже достаточно глубоко прогрета и впереди лето. Спаржу выращивают из семян, но это утомительный процесс, требующий постоянного ухода. Поэтому лучше всего размножать спаржу делением куста. Если вы решились вырастить спаржу из семян, то воспользуйтесь опытом селекционеров. Сажайте спаржу рассадным методом. К моменту высадки в открытый грунт должно пройти от 12 до 14 недель. Высаживайте, когда нет угрозы возвратных заморозков. Перед посевом семена замочите на сутки. Высевайте в плодородный грунт для овощей. Перед высадкой в открытый грунт рассаду необходимо закалить, вынося ее несколько дней подряд на улицу и забирая на ночь в помещение. Спаржа имеет мужские и женские растения. Без ягод – это мужские, с ягодами – женские. Как правило, более продуктивными являются мужские растения, которым не нужно тратить силы на созревание плодов. Спарже нужно солнечное место. Но имейте в виду, что взрослый раскидистый куст сам дает большую тень, ведь он вырастает до 150 см в высоту. Учитывая это, можно использовать его в качестве затенения для других культур либо сажать на край сада, где спаржа не помешает. Почва не должна быть очень сырой. Спаржа не любит большую влажность. Если ваш участок сырой, спаржу следует сажать на приподнятых грядках. Спарже нужна нейтральная и слабокислая почва. Землю в месте посадки необходимо хорошо разрыхлить и удалить из нее корни сорняков, чтобы у корней спаржи не было препятствий для роста. Корни взрослого растения, а это несколько десятилетий, уходят в глубину около метра. Растения нужно сажать не ближе 50 см друг от друга, зная, как быстро они разрастаются. Молодые растения требуют дополнительного ухода. Когда копья выходят из земли на 10 см, необходимо присыпать их плодородной почвой на сантиметр-два. Это может быть торф или перегной. Следите за тем, чтобы не застаивалась вода. Чтобы избежать проблем с сорняками и создать новый плодородный слой, положите слой мульчи. В первые два года спаржа может плохо развиваться или даже погибнуть от обилия сорняков. Для мульчи подойдет скошенная газонная трава или зеленая масса сидиратов. Осенью или уже весной старые стебли вырезают до уровня почвы. Живыми остаются корни. От них и вырастают новые побеги. Хорошо удобрить аспарагус раз в году землей из компоста. При размножении корнями старайтесь не травмировать их. Разделите куст и рассадите. Лучшее время для этого – ранняя весна. Дайте разрастись молодым растениям 1-2 сезона и только после этого срезайте урожай. Какие болезни и вредители мешают расти аспарагусу? Как ни странно, самый большой враг – это сорняки. Удаляйте их аккуратно, чтобы не повредить корни спаржи. Эффективным и безопасным методом борьбы с сорняками является мульчирование. Для предотвращения распространения болезней дезинфицируйте инструменты, не срезайте все всходы. Излишняя влага может стать причиной заболевания спаржи. Кустам необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Если вы видели зеленую спаржу и белую, то не считайте это различием сортов. Это уловка кулинаров и продавцов. Белые ростки спаржи выращиваются закрытыми от света. В них не развивается хлорофилл. Такая спаржа слаще. В ней меньше клетчатки, чем в зеленой. Перейдем к правилам уборки. Как говорилось ранее, первые два года растения лучше не тревожить. С трехлетнего насаждения уже можно брать несколько срезок. Взрослые растения с разросшимися сильными корнями дают урожай спаржи в течение двух месяцев. Собирайте ростки примерно 10 см в длину, толщиной до 2 см. Молодые тонкие стебли, более нежные. Не рекомендуется убирать тонкие ростки диаметром, как карандаш. Они должны немного подрасти, иначе куст погибнет. Ростки срезают чистым острым ножом на уровне земли. После сбора урожая внесите удобрения, но в меньших количествах, чем для овощных культур. Хорошо, если это будет компост. Так вы исключите повреждения, сгорания корней. Не срубайте ветви летом. В них происходят процессы, позволяющие наращивать зеленую массу весной. После уборки урожая должно оставаться не менее трех ростков на каждой делянке, иначе растение погибнет. Старые ветви нужно обязательно срезать. Лучше делать это весной, когда ветви уже сухие. Если не убирать старые палки, молодым побегом будет сложнее пробиться. Спаржа не хранится долго. Ее нужно употребить в пищу за 2-3 дня. Даже эти 3 дня спаржа хранится только в сухом виде. Если останется капля воды на ростке, это может привести к гниению и порче продукта. Ростки оберните в бумажное полотенце и поместите в пакет. Хранить нужно в холодильнике, в отсеке для овощей. Также хорош способ хранения спаржи в емкости с водой не более 2 см. Добавьте немного пищевой соды при готовке и цвет спаржи останется ярко-зеленым. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!